Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго! Сегодня у нас реакция на объяснение Iceberg of Half-Life. Это первая часть, их всего 5. Если вам интересна, ребята, данная тема, то напишите в комментариях, а мы погнали смотреть. Погнали посмотреть, что же нам раскроет автор. Летом 2020 года на этом канале вышло видео, рассказывающее об одном феномене из Super Mario 64. То, о чем там говорилось, являлось частью айсберга, содержащего набор разных деталей, багов, теорий и феноменов об игре. От самых простых и очевидных, что наверху, до редких, жутких и непонятных, находящихся на дне. Тема с айсбергами сейчас достаточно популярна на Западе, и только недавно стала доходить до нас. В декабре я просматривал YouTube и случайно наткнулся на видео с западного канала Accessible Funky, повествующее об этом айсберге в моей речу любимой серии Half-Life. Это видео просто великолепно сделано, и я всем советую заглянуть на этот канал и оценить его. Оно также было вдохновлено подобным роликом с канала Town Cactus, выпущенным летом и покрывшим первую часть Half-Life. Но при просмотре, несмотря на титаническую работу, проделанную Accessible Funky, я чувствовал, что разбираемый им айсберг недостает достаточно большого количества деталей. Ведь серия Half-Life имеет глубочайший лор с кучей слепых пятен, процессы разработки и малоизвестных деталей. Как оказалось, я был не один с таким мнением. Угу. 17 декабря на реддите появился новый айсберг по серии Half-Life, заполняющий большинство пустых мест. И он выглядит гораздо внушительнее предыдущего, залитого в сеть 5 месяцев назад. Как можно предположить, за одно видео охватить такой объем не представляется возможным и разумным. Поэтому я постараюсь сделать 5 видео по 3 слоя на каждое, полностью покрывающие все 15... Не, ну хочу сразу отметить, старание автора это очень круто. Сделать 5 частей и подробное объяснение это заслуживает реально поддержки и лайка. Блин, серьезно, камон. ...слоев этого чудовища. Не буду лукавить, это будет сложно. Зная себя может пройти не один месяц, прежде чем я это закончу. Между отдельными сериями я могу выпускать видео на другие темы, и это нормально. Так что, кто разделяет мою любовь и интерес к этой серии, присаживайтесь и готовьтесь погрузиться в глубины. Как повелось на западе в подобном формате, в видео слева вверху будет показатель здоровья, обозначающий уровень моей уверенности в том, что я говорю. Сто означает, что я полностью уверен в своих словах и знаю, о чем рассказываю. А один значит, что я, скорее всего, просто тыкаю пальцем в небо. В этой серии видео я предполагаю, что вы знакомы с сюжетом серии Half-Life, а также Portal, но на всякий случай предупреждаю, что по этим икрам будут спойлеры, включая Half-Life Alyx, так что будьте готовы. Это известная всем локация в Half-Life 2. Небольшой шахтерский городок, ставший пристанищем для повстанцев, сбежавших из контролируемого комбайнами Сити-17. К моменту прибытия туда Гордона Фримена, этот город заполонили хэткраба и зомби, а единственный выживший, это полубезумный отец Берега. Кстати, по-моему, на канале Ammunition Time мы смотрели про эту пушку на одном из стримов, что на самом деле, если бы существовала такая пушка, то она не смогла бы делать те самые штучки-дрючки вещи, которые на самом деле показаны в игре. Это невозможно, в принципе. Кстати, кому интересно, посмотрите на канале Ammunition Time, надеюсь, правильно говорю, данный ролик. Очень довольно-таки познавательно и интересно. Гори, который как пастырь присматривает за стадом живых мертвецов, населяющих Ревенхолм. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. А что ты меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Ух, какой, а! Айвен, the space biker. На стадии разработки первой части Half-Life у Гордона Фримена была другая модель. Позже она была вырезана, но получила название Ivan the Space Biker. Этот Иван имел густую бороду, что делало его похожим на стереотипичного байкера и зеленый космический костюм с надписью Research. Отсюда и получил имя космического байкера. Epistle 3 25 августа 2017 года Марк Лейдлоу, бывший сценарист и игровой дизайнер Valve, покинувшись студию, написал в своем блоге интересный пост под названием Epistle 3. Пост выстроен в виде письма игрокам, и в нем рассказывался краткий сюжет третьего эпизода Half-Life 2, но с измененными именами и названиями. Так, большинство персонажей были противоположного пола. Гордона Фримена звали Герти Фремонт, а Алекс Венс стал мужчиной по имени Алекс Вонт. Сюжет начинается сразу после окончания второго эпизода. Сопротивление оплакивает смерть Лая Венса, но собирается с силами и отправляется на поиски Бориалиса, потерянного корабля, хранящего технологию телепортации. В нем сопротивление видит свое спасение. Гордон и Алекс направляются в Антарктиду по координатам, полученным от доктора Мосман. Там они терпят крушение и натыкаются на строение комбайнов. Дойдя до точки назначения, пара героев понимает, что координаты показывают не место нахождения Бориалиса, но место, где он вскоре появится, беспорядочно телепортируясь по миру. Во время приключений они натыкаются на Брин Граба, существо, похожее на слизня, куда заключили разум доктора Брина. Тот просит закончить его страдания, и Гордону предоставляется выбор, убить его или оставить в живых. В клетке они находят заключенную доктор Мосман, и Алекс сменит ее в смерти отца. Мосман старается вразумить девушку, сказав, что была двойным агентом, и в таком хрупком перемирии они втроем направляются к Бориалису, чтобы с помощью резонатора стабилизировать его в конкретной точке. Поднявшись на борт, герои продолжают телепортироваться, понимая, что корабли перемещаются еще и во времени. Во время своих странствий они видят отрывки семичасовой войны, а также дальние инопланетные миры. Мосман предлагает спасти Бориалис и использовать его в сопротивлении, но Алекс хочет уничтожить его, направив на командный центр комбайнов, исполнив волю погибшего отца. В споре Алекс убивает Мосман и вместе с Гордоном ставит корабль на самоуничтожение и отправляется на самоубийство взрывать командный центр. Тут появляется Джимен. Алекс узнает его из детства, и тот забирает ее в другое измерение, оставляя нас на верную смерть. Гордон во время очередной телепортации видит сферу Дайсона, построенную комбайнами вокруг звезды для сбора энергии, и понимает, что взрыв корабля не нанесет почти никакого урона такому мощному врагу, и сопротивлению, скорее всего, не победить. Тут появляются вартигонты и забирают Гордона Фримана с Бориалиса. Он оказывается на знакомом берегу, но в будущем, где сопротивление все еще ведет свою войну. Но все знакомые лица уже погибли. На этом заканчивается предполагаемый третий эпизод. Конечно, с выходом Half-Life Alyx мы получили другой задел на продолжение, так что этот сюжет можно считать не каноном. Но это определенно была бы очень интересная игра, выйдя на незадолго после второго эпизода. Интересно, почему? Бринграб Твитс В 2012 году Марк Лейдлоу создал аккаунт в Твиттере, который якобы писал сообщение от лица доктора Брина, чье сознание находится в теле слизня, предположительно в виде нескольких копий. По легенде, Бринграб ввел аккаунт для того, чтобы раскрывать слабости и детали о советниках и комбайнах. Фанаты рассматривали этот аккаунт как подсказку к будущему серии Half-Life. Последний пост датирован 6 июля 2014 года, где сказано «О нет!» Похоже, что комбайны заметили и прервали трансляции Брина в Твиттере. И с этого момента ни одного поста опубликовано не было. В настоящее время этот Твиттер-аккаунт и его содержимое считается не каноном. И является просто шуткой от разработчика. Лазло. В 8 главе Half-Life 2 «Песчаные ловушки» мы кратко встречаем вот этого тяжело раненого повстанца, лежащего на песке. Его друг говорит, чтобы мы не вставали на песок, так как это привлекает муравьиных львов. Когда Лазло убивают, второй повстанец говорит о нем, что тот был «Лучший из своего поколения». И такой конец. Когда впервые показали трейлер Half-Life Alyx, игрокам представили этого персонажа. И фанаты тут же стали думать, что он и Лазло – это один и тот же человек, особенно узнав, что действие игры происходит до событий Half-Life 2. Однако оказалось, что нового персонажа зовут Рассел, и он помогает Аликс в его путешествии, чтобы спасти отца и добраться до хранилища. Хотя на ранних стадиях он и подразумевался как Лазло, но в процессе разработки был превращен в Рассела. В игре еще можно найти упоминание Лазло. Так, в лаборатории есть стикер с надписью Лазло. Почему они так решили? А модель Рассела в файлах игры все еще имеет старое название. AR-3s. Я бы никогда не понял значение стикера. Или Assault Rifle 3. Несуществующее оружие, упоминаемое в Белой Роще второго эпизода. Один повстанец рассказывает лекцию девушке, также из сопротивления, и мужчине-радиооператору. Когда лектор спрашивает, использовали ли они AR-2, она же импульсная винтовка патруля, оператор, желая впечатлить девушку, говорит, что использовал несуществующую третью модель в городе и убивал под 10-20 охотников голыми руками. Лектор тут же говорит, что это вранье, и просит оператору уйти, рассердившись, что тот не пойдет на поле боя. Судьба этих персонажей остается неизвестной. В одном из жилых зданий Half-Life 2 можно встретить эту пару гражданских. Мужчина успокаивает девушку, которая выражает свою обеспокоенность вторжением комбайнов и мрачной судьбой всего человечества. В эпизоде 1 эту же пару можно найти на одном из постов сопротивления. Там они шутят про Айзека Кляйнера, Одессу Кэббеджа и про сопротивление. Во втором эпизоде в одном из небольших зданий на диване лежит два скелета. Их поза позволяет сделать предположение, что пара встретила свой конец вместе. И это их скелеты мы видим здесь. Однако ближе к концу игры за окном можно заметить их живых, сидящих в той же позе. А значит скелеты были простой шуткой от разработчиков. Ну зачем? Опять же. Ближе к концу главы водная преграда в Half-Life 2 надо будет уничтожить вертолет комбайнов. Открыв ворот, проезжайте не направо, но прямо... Блин, это же надо быть настолько внимательным, что это такое, знаете. Я иногда просто играю, типа пиу-пиу-пиу, пострелял, пострелялся, но иногда реально не замечаю каких-то мелочей. Блин, это меня заставляет размышлять. Размышлять о том, что стоит все-таки придавать очень большое значение мелочам. И немного налево. Там есть приоткрытая дренажная труба, куда можно забраться. Пройдите через токсичные воды и в глубине вы встретите Вортигонта, мычащего и жарящего хэткраба на костре. Если нажимать кнопку интеракции с ним, то Вортигонт выдает разные абстрактные фразы, относящие к событиям Черной Мезы, освобождению Вортигонта в Зене и глубокой связи Гордона с ними, Джеймэне, победе над Нихилантом и ряде других вещей. Некоторые фанаты считают, что всезнающий Вортигон даже ломает четвертую стену, отсылая к самому игроку такими фразами, как Другие глаза проглядывают в твоих. Какая-то тайна управляет нами, мы не должны называть ее. Distorted Trumpets. В 10 главе Нарушитель номер 1 в Half-Life 2 можно найти телевизор, откуда слышна странная музыка с изображением Джеймэна. Эта музыка также слышна на одной из волн радио в самом начале Half-Life Alyx. Ух, как жутко! Вот такую мелодию ночью где-то слушать, конечно, было бы это, отрыв башки. Если проиграть эту музыку задом наперед, можно едва-едва расслышать сообщения женщины, направленные либо Гордону, либо Джеймэну. Что именно здесь говорится и кто эта женщина, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Эта аудиодорожка состоит из двух сэмплов, взятых из достаточно популярной библиотеки Zero-G Altered States, вернее, из ее части, называемой Cuckoo Land Ghost in the Machine. Первый сэмпл и называется Distorted Trumpets. А второй называется Is That The Door? Только с более высоким звуком. Wasteland. Это локация из Half-Life 2, которая окружает CD-17. Она заселена тварями из зена, большинство домов разрушено, но иногда можно встретить посты сопротивления, а также посты самих комбайнов. Помимо очень редких деревень, в пустошах также есть дороги, где Гордон путешествовал во второй части, а также рельсы, по которым комбайны перевозят припасы и живую силу. Несмотря на некоторые мысли по этому поводу, вся земля не была превращена в пустоши, а в дальних районах еще остаются поселения, где живут беженцы и повстанцы. Это довольно большая локация с кучей деталей и нереализованных идей, так что мы еще вернемся к ней. Nova Prospect Prisoners. Локация Nova Prospect была тюрьмой, которую комбайны использовали сначала, до постройки на земле своих огромных сооружений. Когда Гордон туда попадает, то никого из заключенных не обнаруживает. Хотя на стенах еще есть граффити, указывающий на присутствие людей после семичасовой войны. Одна из версий, что после постройки новых сооружений комбайны использовали заключенных для создания сталкеров, видоизмененных людей, без отдыха обслуживающих огромные комплексы. Suppression Field. После нападения комбайнов, вокруг земли было установлено специальное поле, не позволяющее людям размножаться. Не совсем ясно, как это поле работает, но до событий первого эпизода оставшиеся в живых люди считались последним поколением, родившимся натуральным путем. Однако с разрушением цитадели поле деактивировалось, и на людей выпала ответственность продолжать человеческий род. Во втором эпизоде, Алекс флиртует с Гордоном, намекая на их любовную связь. И Элай даже одобряет это, ссылаясь на упомянутую ответственность. Playgroundmemory.wow В самом начале Half-Life 2 Гордон проходит мимо небольшой заброшенной детской площадки. На ней слышна эта аудиозапись. На записи слышны крики детей, как память о тех, кого не может быть на момент событий игры из-за подавляющего поля комбайнов. Волт. В Half-Life Алекс было огромное летающее строение, называющееся хранилищем, или бункером, как его перевели в игре. По информации, там содержалось какое-то супероружие, и Алекс отправилась туда за ним. Это оружие могло помочь сопротивлению и сильно ослабить комбайнов. Большая часть игры строится вокруг отключения защитного поля и путешествия к хранилищу. В конце оказывается, что внутри, в специальной тюрьме, содержался Джимен, которого в итоге освобождает Алекс, спутав его с Гордоном Фрименом. The Black Mesa Incident. То, с чего началась история Half-Life. В начале первой части Гордон прибывает в исследовательскую лабораторию Черная Меза, чтобы вручную провести эксперимент над образцом GG-3883, кристаллом, полученным от Джимена и добытым ранее девушкой по имени Джина Кросс. Этот образец был чище и больше имевшихся ранее, собранных в результате секретных экспедиций в Зен, инопланетный мир, населенный пришельцами. Результатом эксперимента стал каскадный резонанс, а на Землю массово стали телепортироваться населявшие Зен-существа. Военные, чтобы скрыть эксперименты, стали зачищать лаборатории не только от пришельцев, но и от всех ученых-свидетелей, находившихся там. Гордон с боем пробрался в комплекс Лямбда, отвечающий за технологию телепортации, и попав оттуда в Зен, победил Нихиланта, а позже был нанят самим Джименом, попав в стазис до событий в второй части. Почему-то станция Лямбда, мне это все напоминает именно игру под названием Сома. Может быть, кто-то играл, шарит, знает. Есть такое, да? Race X. В дополнении Opposing Force, действия которого происходят параллельно Half-Life 1, военный Адриан Шепард борется с расой пришельцев под названием Раса Икс. На нее ученые натолкнулись случайно во время своих экспериментов и даже исследовали ее обитателей в секторе И, Черной Мезы. В результате каскадного резонанса эта раса, независимо от пришельцев Зен, стала телепортироваться в Черную Мезу, а после разрушения комплекса единственный путь на Землю для этой расы был закрыт, поэтому она не присутствовала больше ни в одной игре Valve. Black Ops Ninjas В первой части Half-Life, а также в Opposing Force был элитный правительственный отряд, направленный в Черную Мезу уничтожить всех свидетелей каскадного резонанса, включая военных и пришельцев. Среди работников комплекса ходили только слухи о существовании такого отряда по заметанию следов, но в игре Гордону и Адриану Шепарду приходится сражаться против них. Seven Hour War После инцидента в Черной Мезе люди сражались с пришельцами из Зена и были ослаблены. В это время привлекаемые пространственным сдвигом комбайны напали на Землю и захватили ее всего за 7 часов. Важная деталь, комбайны из Зен это не одно и то же. Пришельцы с Зен уже были порабощены комбайнами еще до каскадного резонанса. The Cat В лаборатории Кляйнера в Half-Life 2 Барни упоминает кошку, когда профессор говорит, что у них снова есть работающий телепортатор. Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Если повозиться с маленьким телепортом, то Кактус через несколько применений дезинтегрируется, а вы получите достижение. Какая кошка? Скорее всего, во время одного из экспериментов с телепортом что-то пошло не так, а кошку жестоко дезинтегрировало. 14 сентября 2019 года пользователь на форуме Half-Life 2 Project Beta запостил предполагаемую модель кошки, у которой парализованы задние лапы. Алекс Voice Recasting Где он-то модельку нашел? Раньше во всех играх серии Half-Life Алекс Вэнс озвучила Мэрл Данридж. Однако в Half-Life Алекс ее сменили на другую актрису по имени Озио Маакага. Хотя сообщалось, что на ранних стадиях разработки они работали со старой актрисой. Что послужило и причиной замены голоса не ясно. Единственное, что Valve ответили на этот вопрос мы хотим взять другое направление. Но надеемся на работу с Марл Данридж в будущих проектах. Связано ли это с внутренними противоречиями в студии или причиной стал возраст Аликс в приквеле мы не знаем. Гордон's Ponytail В первом Half-Life и его дополнениях модель Гордона в Хев-костюме имеет хвостик. Модель Гордона в лабораторном халате при этом не имеет хвостика. Это ошибка разработчиков, забывших удалить хвост в релизной версии. Следовательно, не является каноном. Брин из Humanity Saviour. Фанаты давно обсуждают, является ли доктор Брин спасителем человечества. Он вел переговоры с комбайнами, что обеспечило человечеству судьбу чуть получше, чем полное вымирание. Но эта жизнь все равно была ужасной. Людей превращали в солдат, сталкеров. Управление ведется при помощи страха и пропаганды. Еда отвратительная, подавляющее поле не дает размножаться. Во время событий Half-Life 2 Брин хотел захватить Гордона, чтобы использовать его как козырную карту в переговорах. Кто знает, может если бы Гордон сдался, это обеспечило бы лучшую судьбу для человечества. Hydra. Это вырезанный на поздних стадиях разработки враг из Half-Life 2, обитавший в подземных секциях сети 17. Гидра была показана на Е3 2003 и выглядела как три полупрозрачных голубых щупальца, по поведению схожих с тентаклом из Half-Life 1. G-Man's Briefcase. В первой части Half-Life внутренности портфеля G-Mana полностью затекстурированы. В нем можно найти пистолет, какие-то бумаги с карандашами, электронное устройство и ID. Это также может отсылать к концовке Half-Life Alyx, где G-Man передает портфель девушке, и они оба телепортируются во времени к моменту смерти ее отца. Является ли портфель мобильным телепортационным устройством? Кто знает. Джейн Дотшин. В пустошах Half-Life 2 можно найти множество кораблей, севших на мель. Это говорит об осушении вод как минимум вокруг Сити-17, и показывает еще одну плохую сторону нападения комбайнов, а именно сбор природных ресурсов. Изначально в пустошах еще должны были находиться скелеты морских обитателей, вроде китов, но это не попало в релизную версию. Би-Хоппинг или Пани-Хоппинг, известный быстрый метод передвижения, повсеместно используемый спидранерами и не только. В нем куча нюансов, но если совсем просто, то игрок наращивает скорость путем распрыжки, отпрыгивая от земли сразу после приземления. Отсюда и название, буквально прыгать как кролик. 37 After Six Это саундтрек из Half-Life Alyx, отсылающий ко времени начало действия игры 6.37 утра. Вся игра проходит в течение одного дня и заканчивается ночью. Насколько я вспоминаю, частично, что в игре очень много звукового классного сопровождения. Но я играл так давно, так давно. Когда Alyx доходит дохранилища, содержащего Джеймена. 3. Проклятые цифры, которую генеральный директор Valve уже в шутку никогда не произносит. Ни одна из серий Valve не имеет цифры 3 в названии. Half-Life надолго заморозился, не дойдя до 3-го эпизода или 3-й части. Также и другие игры Valve пока остановились на 2-й части. Left 4 Dead, Portal и Team Fortress. Почему? Мы лишь подбираемся к вершине айсберга. Мы не любим цифру 3? Весь первый слой был затравкой, касающейся самых базовых вещей в сюжете и процессе разработки Half-Life. Отсюда мы будем погружаться лишь глубже. Вершина айсберга. Джеймен из Гордон Фримен from the future. Фанаты давно строят теории, кто такой на самом деле Джеймен. Одна такая довольно популярная теория это то, что он является Гордоном Фрименом из будущего. Если взглянуть на обоих персонажей, то можно заметить определенное сходство. У них схожая прическа, зеленый цвет глаз и практически идентичные скулы. Джеймен имеет больше морщин и более изможденное лицо, но этот эффект может быть из-за отсутствия бороды и возраста персонажа. Также мы не слышим голоса Гордона Фримена, поэтому мы не можем отрицать, что у них одинаковый голос. Вполне возможно, что Джеймен направляет прошлую версию самого себя по определенному пути, ведущему к успеху. Тем не менее, в концовке Half-Life Alyx Джеймен четко дает понять, что Гордон не справился со своими обязанностями. Поэтому эта теория значительно теряет в силе, но и отбрасывать ее я бы не стал. Кремейтер Хэт В восточной черной мезе можно обнаружить вот эту голову в сосуде. Голова принадлежит крематору, вырезанному врагу из Half-Life 2, который должен был сжигать трупы на улицах города. Его мы еще упомянем дальше. Гаус Джампинг Это еще один вид передвижения, который заключается в том, чтобы выстрелить под себя из пушки Гаусса или Тау-пушки, тем самым отбросив отдачи вверх. Однако работает он только в онлайне Half-Life. В одиночной кампании можно сделать гаусс-буст, выстрелив за себя, но стрельба под ноги не принесет результатов. Это происходит из-за увеличенной отдачи в онлайне игры, чтобы повысить мобильность персонажей. Пантерай Это враг, вырезанный из первой части Half-Life. Представлял собой собакоподобное существо из Зена, быстро добегающее до игрока и рвущее его своими острыми когтями. Поведение напоминает Пантеру, отсюда и получил такое название. Half-Life 2 Battle X В октябре 2003 года ранний билд Half-Life 2 вместе с кодом Source были слиты в сеть в результате взлома внутреннего сервера Valve. Гейб Ньюил попросил помощь в поиске взломщика у фанатов. Им оказался немецкий хакер Аксель Джембе, который сам признался во взломе по электронной почте Valve и раскаялся в содеянном, сказав, что не ожидал такого ущерба для компании и просто хотел взглянуть на еще не выпущенную игру. Аксель попросил трудоустройства в компании и Гейб Ньюил решил провести интервью. Однако, узнав от него детали взлома, Гейб отправил ФСБ к парню и тот был задержан. Полное сотрудничество со следствием смягчило его наказание до всего двух лет условного срока в 2006 году. Бета-версия Half-Life 2 содержала вырезанные карты врагов и модели оружия. Фанаты быстро поняли, что игра была совершенно не готова к релизу в 2003 году. И жаловались на сильную заскриптованность игры. Также сеттинг был гораздо мрачнее. City 17 напоминал скорее измененный Вашингтон Ди Си, чем восточный европейский город. Больше внимания было уделено осушению океанов. Комбайны наполняли воздух вредным газом и использовали детский труд, о котором пойдет речь дальше. Screams in On The Rail В главе On The Rail в первом Half-Life можно услышать жуткие крики, доносящиеся непонятно откуда. До сих пор непонятно, что это за крики. Может это призраки? Или кто-то умирает, крича в агонии? Или может это пришельцы из Зена кричат атакуя кого-то? Скорее всего, мы никогда не узнаем. Нихиландс Хэт Вид главного босса первой части Нихиланта может испугать простого игрока. Он выглядит как огромный зародор с невероятно массивной головой, открывающейся как цветок. Голова настолько большая, что для ее поддержания из позвоночника у Нихиланта идут органические провода. Внутри головы находится кристалл, единственное слабое место этого существа. Если перевернуть жуткие крики зомби в Half-Life 2, вы услышите слова Значит ли это, что люди, атакованные Хэт Крабом, еще сохраняют остатки сознания и испытывают невероятную боль, крича о помощи? Вполне возможно. В Half-Life Alyx, например, есть зомби, смотрящие на карту метро, а в зоопарке один рассматривает рисунки детей. От осознания и агонии, которую могут испытывать эти люди, бегут мурашки по коже. Valve News Network Так называется канал на YouTube, который работает с 2011 года и рассказывает новости и факты о компании Valve и ее продукции. Больше здесь и сказать нечего. Мистер Френдли Еще один вырезанный враг из первой части Half-Life, но здесь история поинтереснее. Это ползучее существо размером с небольшой лошадь должно было передвигаться по лаборатории и поедать трупы. Так трупы исчезали бы и производительность игры увеличивалась. При столкновении с игроком Мистер Френдли мог выбивать у него оружие и даже сбивать у города на очки, заставляя драться в расфокусе. Однако это было тяжело сделать на старом движке Half-Life, поэтому от идеи отказались. Согласно книге Raising the Bar, концепт этого монстра нарисовал младший брат друга одного из разработчиков. Изначально монстр отчетливо напоминал мужские гениталии и несмотря на опасения Гейб Дьюилл решил, что это именно то, что нужно для игры. Тем не менее, от монстра в итоге пришлось отказаться, хотя его модель все еще можно найти в файлах. В фанатском дополнении Эхос присутствует более агрессивная версия Мистера Френдли и посмотрев на него, неволе задумаешься. Может и хорошо, что эту тварь в итоге вырезали. Как я упоминал в утечке бета-версии Half-Life 2 в игре задумывалась эксплуатация детского труда комбайнами. Дети должны были работать на заводе по производству голов-крематоров, о которых также шла речь. Один комбайн был ответственен за надсмотр над детьми. Игроку не позволялось вмешиваться в этот процесс и оставалось только наблюдать за происходящим издалека через окно. Return to Ravenholm Фух, это очень большая тема, заслуживающая отдельного видео, как и половина указанного здесь. Return to Ravenholm или эпизод 4, каким было его рабочее название, это отмененная игра, разрабатывающаяся Arkane Studios в 2006-2007 годах. По сюжету Адриан Шепард, главный герой Opposing Force, попадал в Ревенхольм, где главными противниками выступали зомби и хедкрабы. Были представлены особые, кислотные зомби, а также зомби-обезьяны, невероятно быстрые и назойливые. В арсенале основным пополнением стал гвоздомет и электрическая пушка, создававшая электрические цепи через гвозди и другие предметы. Большая часть игры была посвящена ловушкам и взаимодействиям с ними. В городе Шепард встречал отца Григория, который к тому моменту стал сходить с ума, выдавливал токсин из хедкрабов и вкалывал его животным и себе. Со временем Григорий мутировал с его трансформацией. Концовка игры все еще остается в стенах студии и узнать мы ее пока не можем. E3 Psych На E3 2003 фанатам показали довольно странное видео, где камера летит через черное пространство, пролетая сквозь голограммы. В конце концов, камера долетает до Джимена, который говорит Что, как у нас старые времена, не так ли? Ух. Как говорят, это должна была быть сцена между главами запутанности и нарушитель номер один, однако она так и не вошла в финальный релиз. Для чего она когда была... Ну как обычно, да, вот разработчики любят просто привлечь внимание, черт побери, блин. В первой части Half-Life есть фабрика по клонированию пехотинцев-пришельцев. Это довольно сильные враги, стреляющие самонаводящимися снарядами. Фабрику обслуживают вертигонты, управляемые контролерами пришельцев. Клонируемые пехотинцы перемещаются по фабрике в специальных контейнерах при помощи конвейерных лент. Эта фабрика отлично показана в ремейке Half-Life 1 под названием Black Mesa. И кто хочет узнать об этой фабрике поподробнее, очень советую пройти именно этот ремейк. Stolen Aperture Tech Aperture Science это еще научная организация наряду с Черной Мезой. Ее история раскрывается в серии Portal и главным изобретением можно назвать портальные устройства, при помощи которого игрок должен прокладывать свой путь. Однако в комиксе Lab Red про Дага Рэтмана, ученого, оставшегося в лаборатории после того, как Гладос убила всех работников нейротоксином, на этой странице можно увидеть несколько интересных деталей. На столе Aperture Science лежит портальное устройство, турели с Портала и внезапно гравитационная пушка из Half-Life 2. На стене рядом также есть щиты пополнения здоровья и зарядки костюма HEV. Доподлинно неизвестно, в какой промежуток времени происходит действие первой части Портал, но может быть Черная Меза украла технологию гравитационной пушки и эти устройства. Или же наоборот, в какой-то момент Aperture Science воровала эти технологии. Может быть произошел какой-то обмен между организациями. Это сказать трудно, но в Half-Life Alyx есть интересная деталь. Рассел сделал для девушки гравитационные перчатки, о которых позже. Но это очевидно прототип упомянутой технологии, с которого в будущем сделают грави-пушку. То есть Aperture Science почти точно ее не разрабатывала. Щиты пополнения здоровья и энергии также используют ресурсы Зена, добываемые только в ходе секретных экспедиций Черной Мезы. Так что если у кого сфоровали технологии, то это у Черной Мезы, а не у Aperture Science. Хм... Бориалис. Это корабль, упоминавшийся ранее во фрагменте Epistle 3. Изначально был исследовательским судном Aperture Science, обладавшим технологией телепортации. Но в результате гонки за госфинансирование с Черной Мезой протокол безопасности был нарушен и Бориалис запустили без тестирования. Результатом стало исчезновение корабля и его беспорядочный дрейф в пространстве и времени. В игре Portal 2 можно найти док, где находился Бориалис. Но самого корабля там нет. Manhacker Cates. В изначальной версии Half-Life 2 была вырезанная локация, куда герой попадал в начале игры. Это развлекательный центр, где горожане Сити-17 играли в аркадную игру. В ней они должны были управлять мэнхаками и убивать горожан. Однако они не подозревали, что управляют настоящими мэнхаками и режут настоящих, ни в чем не повинных людей. Это реально поворот. Game & Death Texture Room. Если пролететь сноуклипом через текстуры на карте C1A1C, то можно наткнуться на комнату, где стены, пол и потолок имеют текстуру лица Гейба Ньюэла. Это просто пасхалка, оставленная разработчиками. From here to there in 100 seconds. Просто пасхалочка с лицом. Half-Life Alyx есть книга с таким названием, написанная доктором Азико Клейнером. Судя из названия, книга посвящена технологиям телепортации, используемым постанцами и выходцами из черной мезы. Чуть раньше мы уже затрагивали кошку, ставшую жертвой такой телепортации. World Essence. Вертигонты верят в особую жизненную силу под названием World Essence. Она сплетает все в этом мире, включая людей, но вертигонты умеют ей пользоваться. Благодаря этой эссенции вертигонты умеют бить электричество, лечить, а также общаться телепатически, словно постоянная всемирная сеть, из которой можно вылететь. Так, в Half-Life Alyx мы встречаем одного вертигонта с поврежденным мозгом, и он говорит, что отключен от ворд-эссенции и не может общаться с сородичами. Гордон Фримен тесно связан с этой силой и вертигонтами в частности, и те даже спасают его, и Alyx не позволяет Джимону вмешиваться. Air Exchange Во второй части Half-Life после депо Ново Проспект должна была быть вырезанная локация под названием Air Exchange. Это огромное здание вроде цитадели, построенное комбайнами, наполняло воздух вредными газами и сильно усугубляло атмосферу земли. Гордон попадал туда на специальном поезде и через кучу головоломок и вентиляции добирался до приборной панели, отключавшие работу здания. Однако этот отрывок был полностью вырезан и действия игры стали длиться три дня вместо задуманных четырех. Роуч AI В Half-Life 1 присутствуют безобидные тараканы, имеющие свой собственный уникальный искусственный интеллект. Если в их радиусе падает ошметок мяса от трупа, тараканы всей гурьбой набрасываются на него. А если в комнате появлялся человек, то они разбегаются в разные стороны. Довольно интересная малозаметная деталь в такой старой игре. Правда, непонятно, зачем оставленные, ведь знают они единицы. Итак, мы только добрались до поверхности и теперь начинаем наше первое погружение в воды. Вершину мы изучили. You are not supposed to be here. В Half-Life 2 бета была довольно странная карта под названием Hazard 0.1. Что-то вроде тренировочного курса для игрока. Однако, что-то идет не по плану и Гордон сходит с курса, а позже попадает в черную комнату с Джимоном, который говорит эту фразу. Карта резко выделялась из повествования, поэтому ее было решено вырезать. Сейчас в игре есть саундтрек с таким названием, когда мы получаем пушку на катере и уезжаем от вертолета комбайнов. Кракен Бейс Еще одна большая вырезанная локация, которая играла значительную роль на ранних стадиях игры, представляла собой базу сопротивления, расположенную на морском дне. Было два варианта, как ее использовать. В первом, Гордон начинал игру среди ледяных просторов. Вдали игрок слышит сигнал корабля, и это был Бориалис. В процессе исследования на борту мы находили подводную лодку, отвозившую Гордона как раз на базу Кракена. Там заведовала Елена Моссман, прототип Джудит Моссман из бета-игры. У нее была армия сталкеров в запасе. Однако база в итоге подвергалась разрушению из-за предательства одного из повстанцев, скорее всего, Елены Моссман. По второй задумке, Гордон Фримен попадал на базу гораздо позже, ближе к середине игры, очутившись в арктической пустыне. Он также находил Бориалис, но добраться до базы ему помогал инженер Одел, которого позже переделали в Одессу Каббеджа. Дальше история развивалась примерно так же с предательством и разрушением базы Кракена. Однако в итоге было решено отказаться от идеи с Арктикой, и база Кракена превратилась в восточную черную мезу. Апочертура Граффити В Half-Life Alyx на стенах можно встретить граффити турели из серии игр Портал. Почему она там сказать сложно, но эти турели вполне можно считать каноничными для лора Half-Life. В 70-80-х годах по игровому времени эти турели продавались военным организациям от имени Кейва Джонсона, директор Это присяд на присяд, да, получается? Так что ничего удивительного, что кто-то вне лаборатории из Портала знаком с этими турелями. Клаб-сэндвич Опять же, в Half-Life Alyx Рассел в одном из диалогов рассказывает девушке о сэндвиче, который делали до 7-часовой войны. Он делался из свежеиспеченного хлеба, томатов, свежего салата и бекона, который брали из существ, известных как свиньи. Понятно, что Alyx, воспитанная в мире после войны с комбайнами, не могла поверить, что люди раньше ели такую вкусную еду. Non-mechanical reproduction simulation В Half-Life 2 можно услышать такую фразу по радиосвязи. Лидер, ранга, напоминаю мне, 100 стерилизованных единицей мы должны эрглические симуляции в продукции. Эта не механическая симуляция репродукции может относить либо к мастурбации, либо к сексу с другой человеческой единицей, получившую такую квоту. Также эта награда может означать специальный наркотик, симулирующий у человека удовольствие от полового акта. Скорее всего, эта награда является мотивацией для гражданской обороны, чтобы та продолжала выполнять свои обязанности. Lost Coast Осенью 2005 года вышла техническая демо игры под названием Half-Life 2 Lost Coast. Это изначально вырезанная часть главы шоссе 17, выпущенная отдельно для демонстрации новой технологии динамического освещения движка Source. Ее можно найти в стиме и проходится она за полчаса. Из интересного можно отметить разве что нового персонажа-рыбака, имеющего уникальную модель. Half-Life Alex Redcons Редконами называют куски новой информации, позволяющие по-новому взглянуть на уже показанные ранее события. Если смотреть в целом, то весь приквел является Редконом, так как он раскрывает кучу деталей о лоре и сюжете. И даже, по сути, меняет концовку второго эпизода, где в итоге Илай остается жив, а Алекс попадает в стазис. Не очень понимаю, почему это находится в айсберге, но допустим. Combine Assassins Это еще один тип врагов, вырезанный из Half-Life 2. Представляли собой высокоранковых комбайнов женского пола с двумя пистолетами. Они двигались очень быстро, делая кувырки и атакуя ударами в ближнем бою. Напоминали представителей того особого отряда ниндзи из первой части. Gravity Gloves Или по-другому Расселы. Это гравитационные перчатки, которыми пользовалась Алекс в недавней игре. Механически это очень удобный способ подбирать предметы в виртуальной реальности. Это очень крутая задумка. А сюжетно они являются прототипом будущей гравитационной пушки и играют огромную роль в сюжете игры. Очень, очень круто Грег Кумер. Это имя дизайнера, работающего в Valve с 1997 года. Он был несколько раз упомянут в игре, а также руководил первым отмененным проектом студии под названием Prospero. Это вообще отдельная огромная тема, о которой в будущем. И я с нетерпением жду возможности рассказать о ней. Лицо этого дизайнера было одним из нескольких использованных как референс при моделировании лица Гордона Фримена. Джина Кросс из Дэд. Очертания, потому что подходит. Джина Кросс это героиня первой части Half-Life и его дополнений, появлявшейся в виде программы в тренировочных комнатах. Также она одна из протагонистов кооперативного эксклюзива на PS2 Half-Life Decay. Джина была той, кто доставил образец GG3883 из Зена. Тот самый кристалл, ставший причиной каскадного резонанса. В Opposing Force мы находим труп девушки, напоминающий Джину Кросс. И как позже подтвердилось, это действительно она. По-видимому, во время инцидента в Черной Мезе девушка пробивалась через толпы пришельцев, но не смогла выбраться оттуда живой. Сити Сайрон Луп. У тебя, что ее не сожрали? В бета-версии Half-Life 2 был ряд вырезанных звуков, вызывавших мурашки по коже. Два из них назывались Сити Сайрон Луп. Оба звука полностью передают более темный характер бета-версии игры. И скорее напоминают эмбиент для хоррора, чем дистопичные звуки порабощенного города. Со времен выхода второго эпизода было несколько игр, затерявшихся в процессе разработки. Это уже упомянутый в этом видео эпизод 3, он же и Пистол 3, как замаскировал его Марк Лейдлоу, и Return to Ravenholm, начатый Junction Studios, а позже переданный Arkane Studios. Но также была еще и Half-Life 3, отмененная совсем на ранних стадиях разработки в 2014 году. О сюжете ничего не известно, но в ней задумывалась процедурная генерация некоторых элементов, как это было в Left 4 Dead, чтобы каждое прохождение немного отличалось. А еще в 2016 году разрабатывалась игра Borealis для виртуальной реальности, но была отменена из-за сырости нового движка Source 2. Ее сюжет очень сильно напоминал упомянутый эпизод 3, и может стал потом вдохновением для него. Это бренд напитков, производимых комбайнами. Назван он в честь администратора земли Уоллеса Брина, и используется как очередной инструмент пропаганды. По всему City 17 можно найти автоматы с этими напитками. Скорее всего, в них присутствует какая-то добавка, вызывающая потерю памяти у пьющего. И в игре даже есть фраза Именно банку от этого напитка надо поднять в самом начале Half-Life 2. И автомат из-под этого напитка является входом в лабораторию доктора Кляйнера. White Forest Gnome Achievement В разных играх Valve можно найти садового гнома, ставшего своеобразным талисманом студии. Во втором эпизоде в Белой Роще надо взять такого гнома и принести его через всю игру, запустив его на ракете в космос. Тогда вы получите достижение Little Rocket Man. Похожее достижение с гномом есть и в Half-Life Alyx Gnome Vault of Mayo. Вся эта история с гномами ведет свои корни от известного пранка, когда реального садового гнома воруют, а через некоторое время возвращает на прежнее место вместе с фотографиями его на фоне разных туристических достопримечательностей. Просто захотели гномика фотосессию гному. Это вырезанный враг из Half-Life 2, позже переделанный в быстрого зомби, что есть в игре. У него длинные когти и вытянутые руки, что делает его похожим на крематоров. Изначально задумывалось и зомби версии этого монстра, но она никогда не была завершена. Seagull's Poop on Scout Car В Half-Life 2 есть довольно странная деталь. Если оставить свой баги на некоторое время, скажем, на несколько минут, то по возвращении на нем можно увидеть сидящую чайку. Если подойти поближе, чайка улетит, а на машине вокруг нее останется птичий помет. Зачем это было оставлено в игре, а куча классных концептов монстров была вырезана, непонятно. HL1 Alternate Ending. Мы погрузились в этот мир. Ганоничная концовка Half-Life 1 это принятие предложения Джимена о работе. В результате Гордона помещают в стадис до событий второй части, когда его время приходит. Однако, если отклонить предложение и не входить в портал, то Джимен отправляет Гордона обратно в Зен, где перед ним оказывается толпа пришельцев, несущих неминуемую гибель героя. При этом Джимен четко предупреждает игрока о последствиях такого выбора. Если вы откажетесь, что ж, я буду предложить вам бой, который вам ни за что не выиграть. Довольно ничтожный, конечно, после того, что вы только выжили. Ситуация буквально подходит к аксиому Эскобара, но она показывает отсутствие свободной воли у Гордона Фримена, ведомого сторонней силой, Джименом или самим игроком. И это еще один феномен, который будет разбираться в будущих видео. World Opponent Network Это игровой онлайн сервис, который был создан компанией Sierra, бывшее название Valve. Если очень коротко, то это Steam до Steam. Сервис появился в конце 90-х и работал до 31 июля 2004 года, поддерживая ограниченный список игр. Даже сейчас можно встретить специальные пропатченные версии старых игр Valve, так называемые Вон версии. И многие игроки, особенно спидранеры, предпочитают именно ее по ряду причин. Ну что ж, вот мы и разобрали три первых слоя этого огромного айсберга. Обалдеть, просто реально. У нас уже так долго и мы буквально пробежались очень коротко по всем этим феноменам. Но сделали только первый шаг к глубинам лора и деталей, задержащихся в необъятной вселенной Half-Life. Это были лишь базовые факты, лежащие совсем на поверхности. И с этого момента все будет становиться мрачнее и интереснее. Пожалуйста, пишите в комментариях, если я где-то был неправ. Но только по поводу того, что я сказал, ведь это лишь пятая часть всего, о чем мы будем говорить в будущем. Если вам нравится такой контент, то ставьте лайк. Я буду знать, что вам это интересно и видео будут выходить быстрее. А на связи был, как всегда, Vipers и всем удачи. Не, ну это было довольно-таки интересно. Некоторые моменты я даже знать не знал и не слышал, потому что не во все играл дополнняшки. Точнее даже не на всех есть возможности поиграть. Вот. Но это я вам скажу довольно-таки интересно узнать, как бы и понять и, блин, я бы, например, не на все моменты обращаю внимание на самом деле, не всегда. Что-то замечаю, что-то нет. Но вот хорошо, когда есть вот такие люди, которые разъясняют и объясняют некоторые моменты, чтобы явно понять структуру игры более глубинно и с другой стороны. Вот. что-же, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok